Добрый вечер, в Украине 20.00, вновь переподробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Вторая миссия. Пётр Порошенко предлагает Евросоюзу снова отправить послов на Донбасс. Согласятся ли? Туманная повестка. Рада не может определиться, за что голосовать. Дойдут ли руки до кадров? На голодном пайке в территориальных громадах не хватает средств на зарплаты бюджетникам. Где деньги? Две пленарные недели и множество нерешенных вопросов. Нардепы возвращаются в сессионный зал. С планами традиционно определялись на согласительном совете. Хотят, например, заслушать отчёт всё ещё главы НБУ Валерии Гонтаревой. При каких условиях она появится на трибуне под куполом и что ещё может возникнуть на повестке дня, подробнее в материале. У нардепов впереди две пленарные недели и стопка законопроектов, которые направили из комитетов. Дни заседания решили поделить на тематические блоки. К примеру, завтра намерены заняться вопросами правоохранительной деятельности и внести изменения в законно-государственном бюро расследований. Рассмотрят вопросы интеллектуальной собственности. Будет, возможно, и кадровый день, если фракции договорятся. Звит у Гонтаревой раз. Вона должна быть в зале Верховной Рады и рассказывать украинскому суспільству, почему она особисто обвалила курс украинской гривны с 12 до сегодняшнего числа 26. Вона это сделала, сведомо. Вона должна объяснить, чем она занималась с квитня месяца минулого года по сегодняшний день. Кадровые вопросы – это не только Гонтарева, но и назначение членов ЦИК, счетной палаты и омбудсмена. Кого увольнять, а кого назначать и когда, в один день или нет, остается главным предметом обсуждения. Дискутируют нардепы о законопроекции о нас в безопасности. Сейчас профильный комитет экстренно готовит его к рассмотрению в зале. Делегация блоку Петра Порошенко «Солидарность» только что повернулась с Вашингтоном. И одна из самых важных встреч в Пентагоне, где мы как раз проговорили закон про национальную безопасность Украины. Это надважный закон, который не только вводит гражданский контроль над силами, но и который также очень мощно просует и увеличивает эффективность нашей оборонной деятельности, эффективность нашего сектора безопасности и обороны. На самом деле, правильнее было бы назвать этот закон про военную безопасность. Потому что там выключены критерии военной безопасности. Национальная безопасность – это значительно шире понятие. Это и экологическая безопасность, и продовольная безопасность, и энергетическая безопасность. Ничего этого в законопроекте президента нет. Поэтому мы предлагаем им поправки. Закон о нас в безопасности должен, в том числе, приблизить Украину к стандартам НАТО. О членстве в перспективе и нынешнем статусе аспиранта в Раде говорили практически все фракции. На шляху до НАТО нас того ж чекает немало работы. Нам необходимо завершить антикоррупционную реформу и создать независимый антикоррупционный суд. Нас чекает реформа сектора обороны и ВПК, ухваленный закон про нацбезпеку, который, кроме реформи системы управления оборонного сектора, предпочитает, что вступ к ЕС и НАТО является нашими стратегическими приоритетами. Украинский стандарт начинается в первую очередь с поваги к солдатам. Я предлагаю, может, кто не в курсе, зайти в интернет и посмотреть, в каких условиях наши солдаты сейчас находятся на полигоне в широком лане. Это не просто гонба, это знущение. Что не меньше, я считаю, что на ближнюю пятницу, в годину вопросов к уряду, мы должны получать ответ от оборонного ведомства, не только, как оно произошло к такой ситуации, а какие будут заплаты вживаться для того, чтобы таких ситуаций не было надалее. Но не только выступления руководства Минобороны. Нардепы также требуют отчета ряда ведомств и инициируют отставку действующих руководителей. Уважаем, что должен быть ответ уряду. Первое, с приводу того, каким образом створилась тарифная и энергетическая политика последнего года. Мы считаем, что следующим тижнем должен быть переглядан бюджет. И есть все нормативные документы, чтобы военно-пенсионеры получили увеличение, которое они ждут с 2012 года. И остальное. Мы не полягаем на звольнение керевника Министерства охраны здоровья, выполняющего обязательства, потому что пропонировать в стране платные роды, когда страна втрачает 200 тысяч населения, и все социальные выплаты за мороженое по помощи на нарушение детей, это, как минимум, непрофессионализм на границе злочин. Проект постановления об увольнении у Ляны Супрун в Раде зарегистрировали. Но когда за него смогут проголосовать, остается только гадать. Это зависит от руководства парламента. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Максим Чеблин. Подробности. Телеканал Интер. Отправить на Донбасс вторую миссию послов по вопросам политической безопасности. Предлагает президент Украины. Речь об этом шла на встрече Петра Порошенко с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Магерини. Президент напомнил, что первая делегация посетила оккупированные территории 3 года назад и сейчас должна снова оценить ситуацию в регионе. Говорили и о возможности введения миротворческой миссии ООН. Порошенко надеется также, что Брюссель предоставит Украине оборонительное вооружение. Что касается миротворческой миссии, то, безусловно, мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, чтобы каждый шаг был настолько эффективен, насколько это возможно, и был направлен на полное внедрение Минских соглашений. Наша главная цель – восстановить мир и особенно территориальную целостность Украины. Для нас чрезвычайно важно, что этот визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы не признаем эту незаконную аннексию. Наша встреча подтвердила, что Украина и Европейский Союз стоят единым фронтом против любых проявлений российской агрессии против Украины. И мы рассматриваем это как агрессию против Объединенной Европы. Твердо переконаны, что через 4 года российская агрессия против Украины уже настал час для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта. Настал час сопротивления и наденными государствами-членами Европейского Союза и оборонной оружием для Украины в соответствии до национального и международного законодательства. Европейский Союз готов дать Украине 1 миллиард евро финансовой помощи. Об этом Магерине заявила на встрече с премьером Владимиром Гройсманом. Она отметила прогресс в проведении реформы и предложила программу макроэкономического кредитования для их усиления. Напомню, в 2015 году Киев и Брюссель заключили соглашение о поддержке на сумму почти 2 миллиарда евро. За это время Киев получил два транша. Третий в размере 600 миллионов евро ЕС отправлять не стал, так как Украина не выполнила условия, согласованные с Евросоюзом. Все условия будут визначены именно с Европейской комиссией. Есть определенный набор решений, которые необходимы для того, чтобы отримать эту поддержку. Эта поддержка может быть и может быть спрямована в бюджет страны, но я наголошу на том, что есть определенные условия, которые нужно выполнить в Украине для того, чтобы отримать этот ресурс. Сейчас мы как раз вместе с Европейской комиссией над этим вопросом работаем. В прошлую пятницу в ответ на запрос украинских властей Еврокомиссия предложила программу макрофинансовой помощи от ЕС в размере до 1 миллиарда евро, чтобы поддержать экономическую стабилизацию и структурную реформу в Украине. То есть это дружба не на словах, а в конкретных действиях. С начала года бюджет Украины недополучил 50 миллионов долларов в результате беспошлиного ввоза удобрения. Об этом сегодня заявили в Союзе химиков Украины. Несмотря на санкции, российские производители продолжают поставлять на наш рынок карбамид и аммиачную селитру. Запретить ввоз удобрений из России от правительства требуют народные депутаты, и Кабмин обещал заняться этим вопросом еще на позапрошлой неделе. Уже почти год как Украина ввела торговые пошлины против импорта удобрений из страны-агрессора. Однако, несмотря на это, мы продолжаем закупать их миллионами тонн. Чтобы обойти запреты, российские производители добавляют карбамид и аммиачную селитру, другие химвещества в небольших количествах. И завозят уже это как новую, беспошлиную продукцию. А наши заводы стоят. Украина только на вот этой махинации за первое полугодие недополучила порядка 48 миллионов долларов после них сборов. Мы уничтожаем последние оставшиеся из девяти заводов по производству сусорных удобрений. Это Сума-Химпром и Днеприджинский химзавод. Мы с замиранием сердца слушаем. Ведет Европа санкции, не ведет. А сами торгуем. Это аморально. Вести такие вещи во время военных действий. Фактически это контрабанда. В прошлом году по той же схеме Украина заплатила России за удобрение более 600 миллионов долларов. Сейчас они занимают половину нашего рынка. Один из главных поставщиков – Еврохим, который также вовсю торгует с ДНР и ЛНР. А российскому Минобороны поставляет селитру для производства оружейного пороха. Почти две недели назад, с требованием немедленно ужесточить пошлины и прекратить торговлю с агрессором, к правительству обратились народные депутаты. Мы полегали на введении эмбарго на всю продукцию из России. Зрозумели причину, сколько это страна-агрессор, который, кроме всего и прочего, еще подрывает внутренний наш рынок. То есть, как будто все выглядит нормально. Мы на сегодняшний день принимаем какие-то изменения, вводим мыто. Они начинают химичить с этими кодами и завозят ту самую продукцию, но под другую назву, через Беларусь, или вообще напрямую через ДНР и ЛНР. Сегодня первый вице-премьер Степан Кубев предложил принять законопроект, который вовсе отменит пошлины на имбард удобрений в Украину. Что до законопроекта 6422, группа народных депутатов, говорят про изменения до закону про митных тариф. Основная мета законопроекта и введение в нулевую ставку митного регулирования ввезения в Украину из других краин минеральных добрых, что даст возможность умов регулировать питание защиту сельско-осмодорского выработки. Но вот народный депутат Олег Петренко уверен, принять нужно его законопроект 6422-1, который запрещает импорт удобрений именно из страны-агрессора. Кабинет министров имеет механизм на сегодня больше действительного, решительного и оперативного решения этой проблемы. В моем альтернативном законопроекте конкретно прописано в прикольных положениях, что из страны-агрессора вводится эмбарго, то есть по этих позициях минеральных добрых забороняется ввез на территорию Украины. Нужно вводить эмбарго, а потом уже законодательно регулировать час, столько, сколько будет приниматься в двух читаниях этот законопроект. Надеюсь, мой альтернативный. Просто химическая промышленность Украины может просто не пережить. Если проблему не решат, парламентарии обещают более радикальные шаги, а именно физически блокировать рельсы на границе, чтобы эшелоны с удобрением из страны-агрессора не заезжали в Украину. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Повышать цену на газ для населения без дополнительных переговоров с МВФ не будут. При этом нужно учитывать решение стаггонского арбитража о выплате на футогазу чуть более 4,5 миллиардов долларов Газпромом. Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с предпринимателями. Президент также предложил провести налоговую амнистию с так называемой нулевой декларацией. Порошенко выступает против отмены третьей группы упрощенной системы налогообложения, а контролировать работу бизнесменов, по его мнению, должно Нацбюро финансовой безопасности. Бюро это должно стать не спецназом, не силовым органом, а интеллектуально-аналитическим центром, работой которого базируется на использовании современных рисков, ориентированных методов криминального анализа. Потому что именно так и выявляют ныне реальные и потенциальные права порушения в экономической сфере по всему свете. Битва за выплаты. Военные пенсионеры и бывшие силовики собрались на протест возле Верховного суда. Там сегодня рассматривали иск ветерана МВД, который требует перерасчет. Этот судебный процесс может стать прецедентом. Они десятки лет работали оперативниками и криминалистами. Каждый день шли на риски, защищали гражданских. Сегодня пенсионеры-правоохранители собрались возле Верховного суда. Здесь рассматривает образцовое дело. Иск бывшего силовика к пенсионному фонду. Десятки ветеранов МВД приехали, чтобы поддержать коллегу. Они требуют справедливого пересмотра пенсии. Харьковчанин Иван Грибков вышел на пенсию еще в 2000 году. Всю жизнь проработал в транспортной милиции. Рассказывает, выплаты не поднимали уже 6 лет. С октября прошлого года пенсии повысили всем, кроме военных и силовиков. Пенсионеры вышли на митинг во многих областных центрах. Во Львовской области даже перекрывали дороги. В конце февраля кабмин все-таки пообещал повысить выплаты. В среднем до полутора тысячи гривен. Но поэтапно и в течение трех лет. Держава в нас не делается уже с 1 сентября 2016 года. Но тем не менее, мы не забрали те несчастные премиальные, которые у меня были. Забрали 50% за особенные условия, потому что их сейчас полицейских назвали по-другому. То есть лохотрон продолжается. Люди будут требовать перерасчета предусмотренного законом с учетом всех премий и надбавок. Тогда их пенсии вырастут гораздо больше, чем на полторы тысячи. Согласен с ними и нардеп Сергей Каплин. Он призывает защитить права бывших правоохранителей и военных. Мы не задоволены подачкой с боку уряда в размере 1,5 тысячи гривен. И хочу наголосить, что стоят до последнего, пока не отримаем законное решение и полный перерахунок такой пенсии. 18 березня мы в Жовтневом палаце проводим невероятно массовый заход. Будут представники, делегаты от всех районов, от всех мест, сел, областей, гостей за кордоном, которые приедут створить единую, мощную конфедерацию ветеранских организаций и профспілок. Организацию, которая будет добиваться полного перерахунка пенсий для пенсионеров МВС, военнослужащих, Збройных сил Украины, пенсионеров, прикордонников и других категорий. Сам нардеп сегодня выехал в Полтаву, чтобы присутствовать на еще одном судебном заседании. Служители Фемиды приостановили решение мэрии Полтавы о повышении тарифов на проезд. Теперь в транспорте, как и раньше, будут платить 4 гривны. Тем временем ветераны-силовики намерены идти дальше, если власть их не услышит. Следующий этап – Европейский суд. Александра Васильченко, Наталья Шумакова, Вадим Ревун. Подробности – телеканал Интер. Представления на нардепа Евгения Бакулина должны рассматривать в сессионном зале парламента. Так решил регламентный комитет Верховной Рады, который удовлетворил ходатайство ГПУ. Генпрокуратура просит дать разрешение на привлечение нардепа к ответственности, его задержание и арест. Пан Бакулин находится на ликувании. Мы эту оппозицию показали и показали в соответствующие медицинские документы. Мы не против того, чтобы он отвечал как любая людина. Но мы категорично против выборкового, когда не с нашей фракции вносят кандидатуру на арест и зал не поддерживают. А если только появляется кандидатура от нашей фракции, без привязки к призвищу, то весь зал голосует. Это выборковое отношение. Мы категорично против этого. Продолжением репрессий против оппозиции назвали решение регламентного комитета парламента в ОПА-блоке. Там считают, что дело против Бакулина не имеет оснований. Таким образом, власть пытается отвлечь украинцев от неудачных реформ, проблем в экономике и коррупции. Так говорится в заявлении партии. В ОПА-блоке убеждены, что дело против Бакулина развалится так же, как и многие другие. Фракция Батькивщина обратилась в набой за приватизацию украинской газотранспортной системы. Об этом журналистам заявил нардеп Иван Крулько. По его словам, власть готовит передачу 49% ГТС в управление иностранным компаниям. И эта сделка, так считают во фракции, большая афера. По мнению политика, украинская ГТС должна управлять исключительно государственная компания. Нами подана заявка про подготовку до вчинения злочину, злочину против интересов Украины, которые касаются намерений фактически передать в управление и таким образом совершить фактическую приватизацию газотранспортной системы Украины. Готуется фактически подпильная подготовка до приватизации газотранспортной системы, когда 49% газотранспортной системы остановятся в фактической властности иноземных структур. Расследовать деятельность народного депутата Рабиновича призывает лидер социалистической партии Украины Каплин. По его словам, нардеп, прикрываясь неприкосновенностью, участвует в коррупционных схемах. Именно это, как утверждает Каплин, объясняет несоответствие уровня жизни Рабиновича и его задекларированных доходов. К тому же парламентария обвиняют в двойном гражданстве. Все подробности в материале. Активно обсуждать двойное гражданство Вадима Рабиновича нардепы начали еще в конце прошлого года. Информацию об израильском паспорте парламентария обнародовал журналист. Василий Кручак опубликовал справку, в которой написано, что в 1994 году Рабинович был репатриирован в Израиле вместе со своей семьей, первой женой и двумя детьми. При оформлении документов нардеп взял себе имя Давид. В справке указан также идентификационный номер, который присваивают гражданам Израиля. Парламентарии потребовали от НАБУ разобраться в этой ситуации, а Рабиновича сложить депутатский мандат. Сам Вадим Давид наличие двойного гражданства отрицает, но в прошлом месяце журналисты поймали нардепа на очередной лжи. Парламентарий арендовал чартерный самолет сербской компании Air Pink для полета в Женеву на выходные. Стоимость такого перелета около 19 тысяч евро, то есть 650 тысяч гривен. Возвращался в Киев Рабинович на более дорогом чартере румынской компании Toya Aviation уже за 24 тысячи евро. То ли загулял, то ли забыл, но билет в Украину оформил по израильскому паспорту. Комментировать эту информацию нардеп отказывается, собственно, как и объяснить наличие средств на роскошные перелеты. В украинском политике есть народные депутаты, лидеры партии, которые орендуют целые литки, чтобы перемещаться из Киева в любую другую европейскую столицу. И платят за один квиток, за один польот полет полтора миллиона гривен. То ли, когда простая людина не может доплатить одну гривню, у нас есть депутаты, которые платят полтора миллиона гривен, чтобы взлетать на каву, на булочки, как они говорят, в одну из европейских столиц. Например, Вадим Зинович Рабинович. Больше всего, те же самые народные депутаты имеют подвольное гражданство, два паспорта. Умалчивает парламентарий, где ежемесячно находит более 400 тысяч гривен на аренду виллы в элитном районе под Киевом. Бывает там, к слову, максимум один день в неделю. В декларации Рабиновича крупных сумм не значится, большого бизнеса нет, а сам он неоднократно заявлял, что сидит на мели. Секрет роскошного зажиття уже проверяют антикоррупционные органы. В парламенте уверены, в ближайшее время Рабинович потеряет свой статус неприкосновенности и будет привлечен к уголовной ответственности. 25 обысков по всей стране провели сегодня сотрудники СБУ. Пришли к подозреваемым в пособничестве России и подготовке антиукраинских акций. По словам пресс-секретаря службы безопасности Елены Гитлярской, изъяли пропагандистские материалы, оружие и взрывчатку. Среди тех, кто попал в список подозреваемых, есть журналисты. Все подробности обысков станут известны после завершения всех процессуальных действий. Надежду Савченко вызывают на допрос по делу Владимира Рубана. Служба безопасности направила нардепу вызов, но рано утром она покинула страну. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Он уточнил, что Савченко отправилась на международную конференцию, но в официальной делегации она не значится. При этом Луценко отметил, что сотрудничество Надежды Савченко со следствием важно и для нее самой. Безответное перемирие. Режим тишины на Донбассе по-прежнему соблюдают только украинские военные. Противник сегодня дважды открывал огонь возле Павлополя и Новгородского. А недавно в Горловке армейцы взяли в плен боевика. Что от него узнали, расскажет Игорь Левенок. Николаю 24. Старший сержант во время боя лично взял в плен вооруженного боевика. Выпустить его на дорогу, приблизительно свой уровень. Когда я вышел, я заметил, что он уже отстрелял патроны свои и скинул. Армейцы говорят, в тот день вблизи Зайцева оккупанты били по нашим позициям из стрелкового оружия. Под прикрытием огня несколько боевиков пошли в атаку. Было принято решение, чтобы данного военнослужащего подпустить ближе, оскільки он не знал, что в том районе находится наша позиция. Они рассчитывали, что мы находимся дальше от них. Данные заходы были проведены вместе с военнослужащим контрразвитом СБУ. А это и есть тот самый боевик в старой российской форме и кирзовых сапогах. 47-летний Игорь Солоид из Горловки. Воюет с 15-го года. Жалуется, жизнь в псевдореспублике не сахар. Какие моральные станы судового склада? Ну если вот купим и наркотики употребляем, никакого, можно сказать. Ну то приходят, чисто вот их сейчас называют, особенно молодежь, 15-ти тысячники приходят, чтобы только деньги получать. После задержания Солоида боевики начали лживую кампанию. Дескать, украинцы его накачали психотропами. Поэтому он такое говорит. Ну чай пропонували. То есть это, что мы пьем, там, в принципе, никаких психотропников. Ну он отмывался, он попросил только сигарету. Пленный рассказал, приказы открывать огонь во время перемирия отдают россияне. Приказы все получают от советников российских. С сегодняшнего дня, например, там в 12-ти дня можно уже вести огонь. И приказы своих хозяев наемники выполняют неукоснительно. Время от времени со стороны боевиков в Зайцеве гремели выстрелы. Перемирие у нас. Боевику грозит статья за терроризм и 15 лет за решеткой. Если не есть оправдание, прощение. Прошу прощения. Военных, которые взяли боевика, отметят государственными наградами. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей с Донецкой области. Подробности телеканал Интер. За отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, вероятно, стоит Россия. К такому выводу пришел Совет нацбезопасности Великобритании. На чем основаны эти заявления, как проходит расследование, узнаем от Светланы Чернецкой. Министры один за другим спешат в резиденцию на Даунин-стрит-10. Премьер созвала срочное заседание Совета нацбезопасности. Все из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. В ходе расследования оказалось, что нервно-паралитическое вещество, использованное для отравления, разрабатывается в России. Оно входит в группу боевых отравляющих веществ под названием «Новичок». Это или прямое действие со стороны российского государства, или свидетельство потери России и контроля над запасом нервно-паралитических веществ. Мы рассмотрим ответ Москвы, прежде чем принимать какие-либо меры. Но если не будет заслуживающего доверия ответа, мы сделаем вывод, что это действие представляет собой незаконное применение силы против Соединенного Королевства. А в это время в небольшом английском городке, где произошло покушение, продолжается масштабная спецоперация. В деле уже определили более 200 потенциальных свидетелей и собрали почти 240 вещественных доказательств. 66-летний Сергей Скрипаля и его 33-летняя дочь Юлия до сих пор в реанимации. В критическом, но стабильном состоянии. В больнице и полицейский, который отравился, оказывая им помощь. Его состояние тоже серьезное. Впрочем, он, в отличие от Скрипалей, очнулся. Следы нервно-паралитического вещества, которым отравили россиян, нашли в ресторане и пабе. Их посещали перед инцидентом отец и дочь. В день отравления и на следующий день эти заведения посетили еще около полутысячи человек. Я уверена, что следы яда в ресторане и пабе не навредили посетителям этих заведений. Но для перестраховки следует почистить все, в чем вы были в этот день. Сергей Скрипаль попал в Великобританию в результате обмена шпионами между Россией и США. В Москве его осудили за госизмену и работу на британскую разведку. Покушение на его жизнь сравнивают с убийством бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Его отравили радиоактивным полонием. В своем письме ко мне премьер Тереза Мэй пообещала, что ее правительство сделает все возможное для защиты Великобритании и ее жителей. Что такое преступление больше никогда не повторится. Но, к сожалению, это произошло снова. В России же отрицают любую причастность к покушению на Скрипаля. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Общественно полезный труд. В Прикарпатии не хватает денег на зарплаты бюджетникам. Сложнее всего в объединенных территориальных громадах. Почему они безуспешно тонут в кредитах, разбиралась Жанна Дучак. Финансовые трудности в Тлумачской объединенной территориальной громаде с начала года. Чиновники горсовета подсчитали, что им не хватает более миллиона гривен на зарплаты педагогам. Стану на 1 лютого нестача по освещенной субвенции по зарплате бюджетникам становится 540 тысяч. И это идет в нарастающем подсумке. За лютый не выстачит нам где-то больше миллиона. Субвенции от государства на зарплаты педагогам, говорят, в отделе образования не хватает. Например, аванс за февраль выплатили, используя деньги, предусмотренные на март. Но вот зарплаты тех работникам, которые финансируются исключительно из местного бюджета, платить нечем. Такую рокировку финансирования в горсовете называют вынужденным шагом, поскольку собственных поступлений в бюджет не хватает. Чтобы погасить все долги, местные чиновники были вынуждены взять кредит. Более 5 миллионов гривен. Эти гроши, которые мы подкладывали бы на те объекты, которые мы запланировали в бюджете, там, или на ремонт дороги, или на спортивные майданчики, мы их зараз выплачиваем, вот ту запрогованность, которая была за 17-й год и та, которая не существует в 18-м году. В Тлумачской ОТГ не исключают, что вскоре придется брать кредит снова. Ведь по расчетам концу года только на зарплату учителям не будет хватать около 11 миллионов гривен. Похожая ситуация и в других объединенных территориальных громадах признаются в Ивано-Франковском облсовете. В горных регионах тех работники только на днях получили зарплату за январь, а общая задолженность по областям уже превысила 30 миллионов гривен. У нас в минулого року заборгованность началась выникать где-то в червне, первый, мы по-черкому змеемся. В этом году, начиная с лютого месяца, окремные районы, громады не могут платить, чем зарплатить. Депутаты областного совета уже обратились к правительству и нардепам с просьбой увеличить финансирование. Жанна Дочак, Зиновий Автонас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Признание Зайцевой. В Киевском рассуде Харькова сегодня слушали главную обвиняемую по делу о смертельном ДТП на Сумской. Тогда, напомню, погибли 6 человек. Все узнаем от Светланы Шекеры. Зайцева просит прощения у потерпевших, говорит, что признает свою вину и вспоминает тот вечер. После ресторана ехали к подруге домой. Скорость Лексуса не меньше 80 км в час. Увидев мигающий зеленый, а потом и желтый, на светофоре решила не останавливаться. Хорошо видела и Фольксваген, который стартовал на желтый с другой стороны перекрестка. Начала сигналить. Автомобиль Фольксваген не остановился, а начал резко двигаться и, наоборот, набирать скорость. Когда, буквально в момент удара, я резко ударила по тормозу и повернула немного вправо. Уже я не управляла автомобилем. Зайцева подтверждает, что за два года вождения получила 6 протоколов об админнарушениях. Говорит, на дороге гонки не устраивала, наркотики никогда даже не пробовала. Но после травмы головы страдает головными болями. Накануне выпила таблетку пенталгина, обезболивающего с содержанием опиатов. Какое ваше общее самочувствие и здоровье было в день происшествия и перед? В день происшествия я чувствовала себя нормально. Но кто назначил это лекарство и был ли рецепт, ответа нет. Если рецепт врача не был выписан, у меня будут следующие вопросы. Те конкретно взяли пенталгин. И был ли пенталгин, это в принципе. Почему двигалась по центру города в час пик с превышением скорости, Зайцева тоже ответить не смогла. Какой была причина превышения вашей жвы? Не могу ответить на степку. Зайцева обещает помогать пострадавшим после того, как выйдет на свободу. Отец погибшей в ЗТП Дианы Берченко называет помощь от семьи Зайцевой фикцией. Нам надо были лучшие доктора. Как вы считаете, вот эти, которые перечислены деньги, они оказали помощь эффективно или эффективно? Или просто для статишки, что чаще обстоятельства? Второго подозреваемого Геннадия Дронова по его просьбе будут допрашивать после того, как заслушают всех 15 свидетелей. В Черкасах начался заочный процесс в деле командира Луганского Беркута Валерия Костенко. Четыре года назад его подразделение жестко разогнало митинг евромайдановцев. Тогда десятки человек получили тяжелые травмы. Где сейчас находятся обвиняемые и что ему грозит, расскажет Станислав Кухарчук. После трех с половиной лет расследования дела о разгоне митинга возле Черкасской обладминистрации суд приступил к рассмотрению по существу. Олег Собченко один из тех, кого бойцы Беркута не только избивали, но и жестоко издевались над ним в автозаке. Мужчина уверен, разгон майдановцев в ночь на 27 января 2014 года был спланированной операцией. Я думаю, что команды им все были даны на зачистку раньше. Олег Собченко попал в больницу только после допроса в райотделе милиции. Его привезли со множественными побоями, переломом голеностопа и лобной кости. Вот так выглядело тогда приемное отделение третьей городской больницы Черкас. Людей везли десятками. В ту ночь под горячую руку, блюстителей порядка попали даже случайные прохожие и журналисты. Башка разбита. Пошли к второй помощи. Нападение на журналистов. Я кричал, что я с прессы, я показывал удостоверение. Зачистку проводил Беркут из Луганска. Это уже официально установили следователи. Вот это подразделение. Спустя три года почти в полном составе на награждение россиян, помогающих силовикам так называемой ЛНР. Их командир Валерий Костенко теперь командует ОМОНом у боевиков. И в интервью местным каналам ни о чем не сожалеет. По приезду сюда мы уже понимали, что меня, мой личный состав в покое не оставят. Поэтому разделения не было, решение было принято однозначно. Журналист Виталий Латышев познакомился с Валерием Костенко в ночь разгона. Тот приказал ему убрать камеру, а потом лично задерживал. Виталий хорошо рассмотрел погоны полковника и пригрозил, что будет жаловаться. В деле о превышении Валерием Костенко служебных полномочий и препятствований журналистской деятельности пятеро потерпевших. Хотя на самом деле их в разы больше, говорит прокурор. Вот только найти всех так и не удалось. Затянулось рассмотрение дела еще и потому, что судей почти год тормозили процесс. Казанное криминальное проведение попадало до разных судей. В соответствии, они заявляли себе самовыдводы, переносилось судовое заседание. В связи с этим, вот, такие тривали промежи к часу. В том, что Костенко получит срок, пусть и заочно, обвинитель уверена, доказательств преступления достаточно. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. 45 тысяч сторонников независимости протестовали в Каталоне. От местного парламента они требуют избрать президента Женерлитета. Это должно ускорить отделение региона от Испании, по их мнению. На митинг вышли с каталонскими флагами и под лозунгами «Республика сейчас». Парламент выдвинул на должность президента одного из лидеров движения за независимость, Джорди Санчеса. Он находится сейчас в тюрьме по обвинениям в сепаратизме, поэтому возглавить регион не может, а голосование за нового лидера отложили на неопределенный срок. Министр внутренних дел Словакии подал в отставку после ряда протестов. Напомню, на выходных в стране прошла крупнейшая за последние десятилетия демонстрация за убийство журналиста-расследователя и его девушки. Словакия требует отставки всего правительства. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Такого Братислава не видела почти три десятилетия со времен падения коммунизма. На улицы вышли десятки тысяч людей. В руках плакаты с надписями «Иди в отставку» и «Стоп коррупции». Перезагрузить правительство, чтобы успокоить людей, неделю назад предлагал президент. Однако премьер Роберт Фитца отказался. Но после последних масштабных демонстраций все-таки отправил в отставку главу МВД. Это важно для сохранения стабильности. Поэтому я решил уйти из должности вице-премьера и министра внутренних дел. Еще неделю назад Роберт Калиняк говорил, что не покинет пост. Пока не собирается паковать вещи и премьер Роберт Фитца. Он возглавляет правительство уже 10 лет. Именно против его окружения и вел расследование молодой журналист Ян Куцяк, которого две недели назад нашли убитым дома вместе с его девушкой. Сейчас парламент обсуждает возможность выразить недоверие правительству. Мы собираем лидеров фракции, чтобы выразить рекомендации национальному совету и решить, как действовать дальше. В таких ситуациях последнее слово за национальным советом. Одно из обвинений в адрес правительства, которое прозвучало в расследовании убийства журналиста, махинации со средствами, которые выделял для Словакии фонд Евросоюза. Проверить, действительно ли были финансовые злоупотребления, пообещала Еврокомиссия. Оценила положение дел в Словакии и группа евродепутатов. По возвращению делегаты заявили, сомневаются, что словацкому правительству под силу расследовать убийство. И посоветовали премьеру отправить министра внутренних дел в отставку, что тот и сделал. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Легкая и удачная нам неделя. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин